Добрый день, друзья! Меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. В этом видео расскажу, как построить кредитную историю в США. Часто мы слышим, что кредитная история является важным необходимым элементом жизни в США. Без неё, без какой-то определенной кредитной истории, сложно снять жильё, сложно получить заём на покупку чего-либо, на покупку недвижимости, на покупку автотранспорта, на приобретение каких-то больших других объектов. И для других вещей, конечно, сразу смотрят на кредитную историю, чтобы понять, насколько человеку можно доверять, насколько он вовремя отвечает по своим долгам. Что интересно в Соединенных Штатах, что человек может зарабатывать здесь много денег, официально, у него могут быть подтверждения с работы, и он может, соответственно, показать историю, что эти деньги к нему приходят на счёт, он официально работает, но без наличия кредитной истории, это не является аргументом при подаче заявления на займ в банке или при снятии жилья. Это тоже является удивительным для многих вновь прибывших людей. И сказав об этом, как начать строить кредитную историю, некоторым так кажется, что это замкнутый круг, потому что без наличия кредитной истории банки не дают кредитную карточку. Тогда вопрос, окей, с чего начать? Получается, без кредитной карточки ты не можешь начать строить кредитную историю, а кредитную карточку ты не можешь получить без наличия кредитной истории. Так вот, есть места, в которых можно получить кредиты легче и в некоторых сложнее. Например, кредитные карточки дают не только банки, Их также дают большие магазины, например, Мэйсис, Блуминдейлс, магазины электроники. У них легче получить кредитную карточку. Она действует абсолютно так же, как и кредитная карточка банков. Просто она выдана магазином, и, соответственно, если вы покупаете что-то в этом магазине, помимо того, что вы строите свою кредитную историю, вам еще какие-то поинты, бенефиты дают и прочее. Это первое. Второе. Также банки, в более маленьких, менее известных банках тоже легче получить кредитную карточку, чем в Чейзи, Ситибэнк, Титибэнк и прочее. Еще один совет, может быть, он не всем подойдет, но это тоже надо знать. Если у вас есть родственники или друзья в США, и они вас могут добавить на свою кредитную карточку, как вторым пользователям, это очень здорово, это самое лучшее. То есть они уже получили кредитную карточку, когда они добавляют вас или кого-то, как второго пользователя, вашу кредитную историю не проверяют, потому что ваш друг или родственник, он является ответственным лицом за выплату по кредиту. Ну и вы, наверное, сами поняли, что, конечно, посторонний человек этого для вас не сделает. Это должен быть человек, который не боится взять на себя такую ответственность, и который знает вас и доверяет вам тоже. Если вы приезжаете в США, открываете свой бизнес здесь, вы можете получить кредитную карточку на компанию. Это тоже является элементом построения кредитной истории для вас. Несмотря что кредитная карточка выдается компании, сама карточка будет на имя сотрудника компании, если это вы, то она будет на ваше имя, и это тоже будет являться одним из элементов. То есть кредитная история, она не состоит из одного факта, получили вы кредитную карточку, взяли вы займ или нет. Она строится из многих фактов, то есть все по чуть-чуть добавляет и создает полную картину. И затем, конечно, вы должны всегда вовремя платить. Если вы задержали платеж, то есть это ежемесячные платежи, если вы задержали даже на три дня, то это очень плохо. Ну, сейчас довольно просто с этим справиться. Когда я только приехала в Америку, я еще помню, за кредитной карточкой мы платили, выписывали чеки, нам по почте приходил билл. Мы выписывали чеки, тоже по почте отсылали. То есть если вовремя не проверил почту, это могло быть критически. Сейчас все онлайн, и тоже можно автоматически установить, чтобы автоматически платежи переходили на кредитную карточку. Я так делаю, и я даже не проверяю ежемесячно. То есть я спокойна, что моя оплата вовремя ушла. И для тех людей, кто только приехал, у кого нет кредитной истории, и у кого сложности снять жилье без кредитной истории, тоже могу дать совет. Вы жилье снимаете у частных лиц в основном, даже если у компаний, то это частная компания. С ними можно вести переговоры. Какая практика в США? Когда человек снимает жилье, он платит за первый месяц аренды и за последний месяц, который держится как security deposit, как депозит, и возвращается человеку только когда он уже съедет с квартиры. Так вот, с ними можно вести переговоры. Если у вас есть финансовая возможность, может вы можете заплатить не только два месяца аренды, может вы можете вперед заплатить больше, вы можете четыре месяца аренды заплатить или шесть месяцев аренды заплатить, что для вашего арендодателя послужит как дополнительная гарантия, что если вы вдруг через два месяца съедете и не будете платить, у него будет какая-то подушка безопасности. Ну а если вы, конечно, будете выполнять все свои обязательства, которые вы на себя взяли по договору, то вам тоже не за что волноваться, то есть эти деньги никуда не уйдут, они пойдут в счет вашей аренды. Еще один совет при получении кредитной карты. То есть кредитная карта, это банк вам дает кредит, но тоже надо смотреть, что предлагает каждый отдельный банк. В банке могут быть разные программы. Есть одна из программ, это security credit card. Что это значит? Что вы кладете определенную сумму, вы даете ее банку и вам банк на эту сумму выдает кредитную карточку. Это отличается от вашего обычного счета, это не дебетовая карточка. Почему она не дебетовая? Когда вы кладете деньги на свой счет и вы потом расплачиваетесь этой карточкой, с вашего счета эти деньги постоянно уходят. Это банк вам дает кредит, то есть деньги с вашего счета не уходят. Вы сколько положили, они там лежат, на них идет процент, и вы расплачиваетесь деньгами банка. Но эти деньги, которые там лежат на вашем счету, они не трогаются, они будут тронуты банком только в том случае, если вы перестанете платить по кредиту, то есть возвращать банку те деньги, которые вы потратили. Если все нормально, вы вовремя все возвращаете, то естественно в какой-то момент вы можете забрать те деньги, которые лежали, так называемая security, тоже подушка безопасности для банка. Вот это тоже может быть интересно некоторым зрителям и актуально. Это несколько советов. Если кто-то может посоветовать еще что-то из наших зрителей, которые живут в США уже или их знакомые каким-то образом строили кредитную историю по-иному, пожалуйста, пишите в комментариях. Это будет очень интересно и полезно всем нашим зрителям. И если у вас ко мне вопросы, пишите, звоните. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok